Сегодня мы разберемся, почему большинство начинающих кинематографистов либо постоянно торчат на одном месте, либо вообще пропадают. В прошлом ролике мы разбирали, почему русскоязычное кино считается очень слабого качества. Ссылку на этот ролик я оставлю здесь. Но если вкратце, в конце его мы подошли к такой важной мысли, что, чтобы исправить ситуацию и прийти к крутой киноиндустрии, нам нужно поддерживать начинающих кинематографистов с оригинальными идеями. Но что самое главное, самим кинематографистам нужно брать на себя определенную долю риска. То есть вкладываться в свои проекты, делать все, чтобы свои проекты все-таки реализовать. Поэтому не будем лить лишнюю воду, а приступим к разбору проблемы. Но перед этим проект мой лично, которым я максимально горжусь, по крайней мере он лучший в моем списке на данный момент, но это только пока что. Уже на канале. Ссылку на него оставлю где-нибудь вот здесь. Это не реклама собственного мерча, это лишь просто реклама своего собственного фильма, но он далеко еще не вышка. Тут дело в том, что в нем мы впервые с командой использовали схему, по которой с каждым новым фильмом качество должно расти в два, в три раза. Вот. То есть старые работы особо гордости не вызывает. Но вот это уже что-то. Всю сегодняшнюю тему мы разберем на вот этом вот обалденном рисунке. Что за Пикассо его рисовал? Я. Кто здесь, кто из себя представляет, что, кто? У нас есть типаж начинающего кинематографиста, номер один и номер два. Крутяки и это простаки. Условно. Я лично себя отношу к простакам. Сейчас объясню. Итак, простаки. Простаки это ребята, которые обычно любят замашистые идеи, и в основном вдохновленные импортными фильмами, понятное дело, но, как правило, берущие идеи, на которые у них, в принципе, бюджета не хватает, и делающие их по-детски. То есть часто туповато, часто простовато, на то и простаки. И зачастую еще и клепающими их, прям в большом объеме, прям фильм, 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 фильм. Но на выходе он всегда не соответствует желаемому качеству. То есть аудиторию свою он особо не находит, потому что и аудитория не особо желает смотреть фильмы такого качества. Вот. Это простаки. Часто им еще свойственен консерватизм. Ну, собственно, все, что мы описали, это и есть консерватизм. Снимать ее в большом объеме одно и то же по качеству, не исправляя ошибки, это консерватизм. Вот. Что из себя представляют крутяки? Крутяки это ребята, которые делают, в принципе, качественные работы. То есть они могут снять короткие, они могут снять длинный ролик, неважно. Любой творческой ценности, но они, как правило, возможно, вам кто-то из знакомых такие сразу вспомнится, они находят всегда людей на свои съемки. У них там есть классная камера, стабилизация, они красиво монтируют, у них там есть и цветокоррекция обалденная. В общем, на выходе у них максимально качественный продукт. Но! Один момент. В отличие от простаков, крутяки, как правило, делают очень мало проектов. И в хаотичном порядке. То есть, может быть, момент, что они прям все собрались, они сняли крутой продукт, через пару месяцев еще, еще, еще. Потом один проект в год, потом его в год нет. Вообще ничего не снимают, не собираются. Потом вообще они пропали. Вот в чем проблема крутяков. Они не постоянны. И теперь мы разбираем, а в чем проблема? И что нужно сделать? Это самое главное. Мы не просто смотрим на проблему, мы пытаемся понять, как ее решить. Чего не хватает, чтобы все это исправить? Чтобы люди не пропали и не остались на месте стоять. А потом, спустя время, все равно пропали. А начали расти, достигать чего-то, хоть что-то изменили. Я думаю, некоторые моменты уже подсказывают сами проблемы. И вот, как по моему мнению, вот что происходит. Простаки. Простакам мешает их консерватизм. То есть, первое, что нужно сделать, это перестать быть консерватором. Меня самого это лично тормозит и раньше, и сейчас. Но вот пример. Раньше я все время топил за то, чтобы не вкладывать даже ни одной копейки в свой фильм. То есть, у меня был принцип, что вот нужно снимать только с тем, что есть. Там, реквизит склеить из бумаги, камера, телефон. Плевать, одно и то же. Снимать, 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 рано или поздно что-то будет. Но ничего не было. И только спустя долгое-долгое время я задумался. А, и при этом я всегда снимал фильмы такие длинноватые. И только спустя большой промежуток времени, один раз мне дошло, что А почему в свое любимое дело я не готов не вложить ни о единой копеечки? PC это мое любимое дело. И потом уже со временем прислушиваясь к какой-то критике, Понимая, что что-то надо менять. Надо где-то больше денег вложить. Надо где-то новые сюжеты попробовать. Новые жанры. Или, скажем, снять по-другому. Вот так и мы приходим к такому проекту. Ссылку на него оставлю где-нибудь здесь, сверху. И мы приходим, к примеру, к проекту Ина. Который вот у меня тоже ссылку на него оставлю. Здесь идет всего 6 минут. В то время как все, что было до него, я снимал 10 минут плюс. Сняв 6-минутную короткометражку, я сразу понял, что, снимая на качество, Ты имеешь совершенно другой подход. Ты качественнее делаешь каждый кадр, над которым работаешь. Ты начинаешь импровизировать. И монтаж у тебя лучше становится. В общем, нужно преодолеть консерватизм. А для этого нужно из принципа сделать не так, как ты делал раньше. То есть, простак, после своего нового фильма, садится с листком и ручкой, либо маркером, и думает, что, какие есть ошибки в старых фильмах. Ага, плохое качество, плохой сюжет, плохой монтаж. И пишет, что он всегда делал раньше. Там, к примеру, комедия, 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 20 минут, 30 минут, час, полтора, два часа. И думает, что он ни разу не делал, и что он мог бы сделать по-другому. Там, снять 5 минут, 3 минуты, снять ужастик, снять драму, там, нуар, неважно, все что угодно. В общем, сделать так, как он не делал ни разу прежде. Попробовать для себя что-то новое. И второе, самое главное, это эволюция. То есть, ему нужно взять все так же листик, ручку, либо маркер, и написать, что было плохое в последнем фильме, который я снял. Слабое качество, которое никому не интересно. Плохой сюжет, который также никому не интересен. Слишком затянута, там, плохая актерская игра, или еще что-то. Подумать, вот, как ему исправить это в новом фильме, там, исправить это, 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 взять в аренду камеру, к примеру, там, пригласить, там, нового актера, либо сделать фильм без диалогов. Условно, все что угодно. Самая главная задача, это выделять из прошлого фильма ошибки и исправлять их, чтобы не сидеть на месте. Зачем снимать, там, 2 часа, например, плохого качества, с неулучшенным сюжетом, и делать так постоянно, из года в год. Если и делать так по 10 фильмов за год, если можно, скажем, сделать так 1 или 2 фильма, скажем, по 5 или 6 минут, но сделать их красивыми, крутыми, которые будут людям нравиться. Ведь, снимая фильмы более короткие, мы получаем практически тот же опыт, что и снимая фильмы более длинные. Только этот опыт мы получаем быстрее, а, соответственно, и растем быстрее. Нет консерватизму, привет, эволюция. И теперь возвращаемся к нашим крутякам. Крутякам не хватает постоянства. То есть, они соберутся раз в год, потом забросят на год, потом снимут еще что-то, и потом вообще забудут про это. А если бы они ввели это постоянство и плюсанули к этому эволюцию, цены бы им не было. Им бы не было цены. Скажем, стабильно, но по 2 проекта в год, по 1 проекту в год хотя бы. И с каждым разом улучшение, 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 улучшение. Все, это уже взлет в стратосферу. Если кино мы рассматриваем как ремесло, как любимое дело, оно должно и развиваться как ремесло. Ремесло развивается всю жизнь и постоянно. То есть, к примеру, там в год по 2 проекта. Это тот формат, который я для себя лично выбрал сейчас. Мне он больше всего понравился. 2 проекта, скажем, где-нибудь снятые в теплое время и смонтированные за холодное время. Подумайте, может вам это тоже понравится. Вот этот фильм снимался по такому же принципу. Этот и машинки. Ссылки на них буду бросать здесь и в описании. Вторая проблема, которую я считаю свойственна таким часто людям, это уход. Под ним я подразумеваю, что эти люди, когда у них в принципе процесс не налажен на постоянство, что является важным условием, они начинают чувствовать недостаток результата и могут решить поменять, скажем так, перспективу своих живых нестандартных идей на деньги. То есть, к чему я веду? Они могут просто уйти в рекламу или все в ту же бытовуху, которую мы обсуждали в прошлом ролике. Ссылку на него здесь оставлю. Они идут туда, где им платят. То есть, становятся, по сути, наемной рабочей силой. То есть, им говорят, что, о, у тебя классная камера, ты классно монтируешь. Или они сами говорят, что я классно снимаю, я классно монтирую. Вот, тебе дают деньги, а ты им снимаешь вот классную рекламу. Все, человек ушел реализовывать чужие идеи. В то время как у самого, если были даже крутые оригинальные идеи, они там пылятся в чулане. Опять же, нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на рекламе, уходить в другую сферу, если человеку это интересно. В этом ничего плохого нет. Это его жизнь, это его страсть, которая у него появилась в процессе работы. Мы же говорим о случаях, когда все люди понимают, что это их важная часть жизни, и они хотят только это делать, но сбиваются с пути. И прекращают этим заниматься дальше. Мы говорим про такие случаи. То есть, возможно, их тормозит именно наличие вот этого комплекса проблем. И на самом деле, если задуматься, все логично. И применимо это в нашей жизни, возможно, даже не только в кинематографической. Это будет совсем другой уровень. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, буду очень вам рад. Особенно обратной связи. Здесь мы пытаемся применить все эти рабочие схемы, вывести их на новый уровень. Эти фильмы только начало. Дальше лучше. До новых встреч. Будем развивать эту тему как свет. Субтитры создавал DimaTorzok